У меня за спиной здание Московского художественного театра, знаменитого на весь мир. Сейчас он носит название МХТ имени Чехова, а в 1935 году он назывался МХАТ СССР имени Горького. Но речь сегодня пойдет не о нем, а о том театре, который сейчас является МХАТ имени Горького. Вот так идешь по Тверскому бульвару, домики 19 века, все так чудесно, прекрасно, домики построены после пожара 1812 года. И вроде бы все хорошо, и вроде все так в одном стиле, самый центр Москвы. И вдруг у вас за спиной образуется вот подобное брежневское здание, которое совершенно сюда не вписывается. Это знаменитый Московский художественный академический театр имени Горького, о котором я сегодня и буду вести свой мерзлявый, жуткий, а может в чем-то веселый рассказ. А это, как я уже сказал, МХАТ имени Чехова, потому что МХАТов, как оказалось, два, вы не поверите, их два. Нет, я не шучу, их действительно два. Как мы об этом узнали? Я, так же, как многие из вас, смотрю телевизор, читаю какие-то блоги в интернете, да, и вот тут был недавно во МХАТе имени Горького. Во МХАТе имени Горького произошел такой, ну, небольшой скандальчик. Сначала где-то осенью прозвучала возмущенная информация о том, что Ольга Бузова будет играть в спектакле... Во МХАТе все сказали, как же так, МХАТ, такой театр, такая вершина, и вдруг Ольга Бузова на сцене. При всем уважении к Ольге Бузовой, ну как, что она там наиграет, извините за выражение. В общем, скандал, кто-то говорит, надо это прекратить, билеты продаются, шум пошел. Многие узнали о том, что существует МХАТ имени Горького, а не только МХАТ имени Чехова под руководством Константина Хабенского. В общем, дело пошло, о театре узнали многие. Афиши сияют с портретом Сталина, с именем Ольги Бузовой. Потом в этом театре, где-то ближе к зиме, меняются руководства, приходит Владимир Хекман, все думают, что за новое руководство. Новое руководство говорит, нет, этого спектакля не будет. Все эти театральные любители вздохнули свободно, сказали, ну, наконец-то, не будет этого позора во МХАТе. МХАТе имени Горького. Маленькое отступление, потому что ролики большие. Как я вообще снимаю свои ролики? Вы знаете, я вот как Акин, я пою о том, что вижу, вспоминаю что-то, говорю, 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 потом отрезаю все лишнее, и как бы на минуточьей линии отрезал все лишнее от своей каменной глыбы, в результате остается какая-то скульптура. Вот примерно так, может быть, неправильно, но я так пишу свои ролики, а вы, ну, сможете их смотреть, так что смотрите. Я вот как рассуждаю, ну, человек не совсем далекий от театра. Очень хорошо, что было объявление о том, что премьера состоится, потому что многие узнали об этом театре, многие пойдут сюда, купят билеты. И очень хорошо, что он не состоялся. Ольга Бузова ничего не потеряла. Все говорили о том, что она была актрисой МХАТа. Никто ее не будет критиковать, потому что спектакль никто не видел. Никто не будет критиковать спектакль, потому что его тоже никто не видел. То есть реклама прошла, спектакль не состоялся, театральные любители вздохнули спокойно. И многие из нас узнали о том, что существует МХАТ имени Горького. Это был последний, самый ближайший к нашему времени раз, когда мы узнали о том, что МХАТа у нас два. Но были случаи, когда мы узнавали об этом и раньше, например, в 90-е годы. Там вообще была потрясающая интрига. Дело в том, что к юбилею театра ЮНЕСКО сказала, ребята, у вас там 90-е годы, у вас там все в полном развале, надо как-то поддержать такой театр. А тут еще главный юбилей МХАТа подошел очень вовремя. Мэрил Стрип приезжала, кланялась этому театру в ноги. Роберт Де Ниро сказал теплые слова, совершенно бесплатно. В общем, пошел какой-то шум, решили выделить большой грант на то, чтобы восстановить МХАТ в какой-то головом его величии, в том числе и в техническом оснащении. И вот тут встал вопрос, а кому, собственно, давать эти деньги? Вот тут-то ЮНЕСКО узнало о том, что МХАТа, оказывается, два. В чем интрига? МХАТ был организован Константин Сергеевичем Станиславским и Немировичем Данченко очень давно, еще в конце 19-го века. В 1937 году Московскому художественному академическому театру присвоили имя, ну, не присвоили имя, то есть он стал МХАТ имени Горького. После того, как в 1987 году два театра разделились, я еще подробно об этом расскажу, как это разделение происходило, именно этому зданию присвоили имя Горьковского МХАТа. То есть, по идее, именно это здание является прямым правоприемником того самого исторического МХАТа, который организовал Константин Сергеевич Станиславский. Они говорят, давайте деньги нам, но есть старое здание МХАТа, которое находится здесь, ну, в 10 минутах ходьбы, которые говорят, нет, дайте, пожалуйста, деньги нам, потому что это здание, именно оно историческое, то есть нет, а то. Ну, в общем, грант получил Олег Ефремов, тогдашний руководитель МХАТа имени Чехова. Этот театр как-то, ну, остался в легкой стороне. А теперь, наверное, самое время перейти к исторической части, то есть еще раз напомнить, как же все-таки произошел этот раскол. Начнем мы с далекого 1970 года, когда тогда еще единым Московским художественным театром стал руководитель Олег Ефремов. Назначен он был тогдашним министром культуры СССР Екатериной Фурцевой. После двух лет его правления трупом МХАТа стало больше, ну, практически исходного положения в два раза, потому что он привел очень много актеров и современников, я сейчас тоже их не буду долго перечислять, то есть труппа стала большой. Историческое здание, которое находится в Камергерском переулке, я, надеюсь, может быть, его сегодня покажу. Прекрасное здание, но очень маленький зал. А спектакли в то время нужно было делать большие, глобальные, про революцию, с большим количеством народа. И тогда в 1972 году было принято решение построить дополнительную сцену для Московского художественного академического театра СССР. Тогда же и возник проект вот этого театра, тогда еще не театра, а просто филиала МХАТа. В общем, в 1973 году его построили, а в 1987 году произошел раскол труппы. Ну, об этом тоже нужно отдельно рассказывать, я сейчас не берусь за это дело. В рамках нашего ролика это не так уж и важно. И, в общем, был подписан в 1987 году указ о том, что два МХАТа разделяются на два самостоятельных театра. Появляется в старом историческом здании под руководством Олега Ефремова Московский художественный театр имени Чехова. И здесь появляется Московский художественный академический театр имени Горького под управлением Татьяны Васильевны Дорониной. Честно говоря, погода не располагает для написания больших роликов, поэтому я буду потихонечку закругляться. И закругляться я буду коротеньким рассказом об архитектуре. С чего я и начал. Я уже говорил, что здание совершенно не вписывается в историческую концепцию города Москвы. Вот. Но об архитектуре надо сказать. Значит, в 1972 году, в 1972 году был утвержден проект архитектора Владимира Кубасова. Многие ошибочно это здание относят к так называемому советскому модернизму. Ну, то есть, грубо говоря, брежневские коробки. Это не совсем так. Дело в том, что это здание скорее проще причислить к так называемому скандинавскому модернизму. Здесь есть несколько таких интересных находок. Ну, вот, я думаю, здание за мной видно. То есть, вот эти кирпичные наплывы красного кирпича, они как бы должны обозначать пускающийся занавес. Вот эти четыре плафона должны символизировать, ну, четырех мус, которые покровительствуют театральному делу. Если бы нас пустили вовнутрь, а нас вовнутрь не пустят, потому что у нас билетов нет. Там очень интересные тоже продолжают, так сказать, скандинавскую тему. Такие, знаете, свисающие люстры в виде сталактитов таких горных. Вот, видите, вот мы многим мешаем, извините. Вот, собственно, вот такое архитектурное решение. Самое забавное, ну, мне кажется забавным, то, что у нас уже, ну, где-то, наверное, лет 10 назад в Москве построили парк Зарядье, который тоже построен в скандинавском стиле и тоже совершенно не вписывается. Он стоит возле Кремля, совершенно не вписывается в общую архитектуру. Вот, но так как парк Зарядье в скандинавском стиле и здание МХАТа имени Горького тоже в скандинавском стиле, то, получается, у нас уже два культурных объекта в одном стиле, а это уже некоторая такая, знаете, концептуальная направленность в общей структуре городского строительства. Замерз, больше рассказывать ничего не могу, больше расскажу, когда буду рассказывать вообще об истории МХАТа и об истории МХАТа имени Чехова в частности. Надеюсь, мой ролик был полезным. Подписывайтесь на канал, потому что надо, надо говорить об истории театра. Спасибо. Спасибо.